Только честно, пожалуйста, дорогие мои, только честно. Поднимите руку, кто считает, что у вас в жизни всё классно и будет всё классно. Вы находитесь на самом пике хорошего периода. Готовьтесь. Кто считает, что у вас всё плохо совсем и ничего хорошего нет? Вот честно, вот всё плохо совсем, вот совсем всё плохо. Это значит, что вы находитесь на самом пике внизу, завтра будет уже лучше. Это 100% факт. Когда человек не видит проблеска, он на самом дне находится судьбы, это значит, что завтра будет лучше. А? А это значит, что у вас нет контакта с Богом, значит, вы не сдаёте свой экзамен. Кто поднимите руку, кто так сказал? Да ладно, вы обманываете, у вас уже хороший период пошёл. Что вы говорите, что у вас нет ничего хорошего в жизни, что ли? А? Но оно уже меньше же, правда? Да, у вас уже меньше, но вы просто... Вот смотрите, у человека следовая память бывает. Вот у него, допустим... Вот у меня был очень тяжёлый период жизни в армии. Я там мучили, потому что я был не как все. Тебя мучили, издевались надо мной. Вот. И у меня сейчас один и тот же сон снится всю жизнь. Армия. Я уже вышел из армии. Нет, это дополнительный набор. Уже был дополнительный набор? Нет, это следующий дополнительный набор. И я как бы, я такой прихожу, говорю, мне уже 50 лет, какая армия? И мне говорят, нет, нет, сейчас такие правила новые в государстве, что все должны проходить ещё раз воинскую службу. И опять тот же самый прапорщик, Белоруссия, тот же Минск. Я думаю, господи, сколько можно? Я даже во сне понимаю, что это всё ерунда, но всё равно мне это снится. Понимаете, это называется следовой реакцией. То есть это след памяти. То есть всё уже прошло, памяти осталось. Женщина где, которая вторая, с которой я разговариваю? У вас уже всё просто в прошлом. Это след. У вас уже прошёл плохой период, вам надо просто теперь сознанием своим понять, что это так. Признаться себе в этом. Понимаете? И всё, и тогда будет совсем всё хорошо. Вернее, от него чуть-чуть осталось. Оно как-то чуть-чуть ещё теплится. У вас реально плохой период жизни был 3,5 года назад. Пик. Пик самый. А сейчас уже всё восстанавливается. Возвращаемся к вам. Итак, вы должны ходить по храмам, смотреть, как люди верят в Бога, поклоняются. И когда вы это будете видеть, влияние плохой Юпитера будет ослабевать. У вас будет появляться через веру других, у вас в сердце также будет появляться вера. Вам нужно смотреть и думать о тех, кто верит в Бога. Такой метод, техника такая. Учитесь побеждать судьбу, изучайте себя, свои периоды. Вот живы женщины на третьем ряду. Вы же в стрессе, да? Да. Вы же в стрессе находитесь, да? Руки в руку подняли? Да. Ну, давайте расскажите, как вы чувствуете себя, как протекает этот стресс? Что происходит с вами? Вы болеете, да? Вот это и есть ваш стресс, то есть у вас есть болезнь. Нетрадиционный путь лечения онкологии – это 99% поражения. Допустим, вы находитесь в боевых действиях, у вас война идет где-то, и вы выбрали оружие, которое неиспытано. Ну, неизвестно, как оно работает. Это значит, что вы проиграете. Практически 100%. Можно не делать пункцию, я так вижу, что у вас онкология. Самый единственный правильный выход. Да, да, то есть грудь надо удалять. Или часть груди. А что? Ого, это серьезный диагноз. Надо срочно делать операцию, срочно химию, химиотерапию. Ждать нельзя ни секунды. Это самый быстро развивающийся вид опухоли. То есть несколько месяцев человек уходит из жизни. Но я не имею в виду на терапию. А что за терапия? Извиняюсь, что я вот так вот в серьезной ситуации. Ну, в верхом терапии. А? В верхом терапии. Ну что, к чему-то выражают? Это нормально. Очищение организма, это нормально. Смотрите, когда человек болеет онкологией, то когда он постится, пост усиливает организм. Правильный пост плюс выход из поста правильный. Отказ от мяса. Увеличение зеленой пищи. Увеличение зеленой пищи. Больше контакт с природой дает силы сопротивляться опухоли. Опухоль лечит серьезной химиотерапией в виде Германии, Израиля. То есть в России везде этого нет. А вот Германия, Израиль, то есть сочетание операции плюс операция плюс химиотерапия серьезная дает хороший результат. Ну а то, что вы делаете, делайте, продолжайте. Но это не вылечит болезнь. Нет. Сто процентов. Это облегчает. Время увеличивает время. Есть еще такие лекарства современные. Теперь я вам скажу, что я занимаюсь лечением 20 с лишним лет. Все это время я изучаю тему лечения онкологии. Я также пытался лечить онкологию, вылечивал во многих случаях. А в многих нет. Понимаете, я тоже пользуюсь нейтрализационной методикой. Я знаю точно, как устроена опухоль, как она работает. Я знаю, что это организм в организме, он развивается, растет. Это война, понимаете, в которой побеждает сильнейший. Вот. В этой войне надо опухоль ослабить любой ценой. Различные нетрадиционные методы, они тоже ослабляют опухоль. Но очень хорошо, лучше пользоваться очень сильными и жесткими методами для того, чтобы ее сбить с толку. Это вмешательство оперативное, это лекарство. Есть современные методы такие, как есть иммуномодулирующие такие лекарства. Это самые современные методики. Они очень сильно как бы влияют именно там на уровне генотипа человека, влияют на опухоль. Надо все это изучать и использовать именно это. Мой опыт показ, я видел тысячи людей, которые лечатся, онкологию лечат нетрадиционными методами. И большинство из них потерпело поражение. Поэтому я считаю, что человек... И с другой стороны, я видел также людей. У меня был такой случай, одна женщина лечилась у меня, она не могла ни химию переносить, не хотела операцию. Она отказалась от лечения полностью. Умоляла меня, я начал с ней работать, и пришло время, у ней рассосались метастазы. Это был рак груди. И я ей говорю, надо срочно оперировать, вырезать все. Она говорит, нет, я не буду, у меня уже метастазов нет, теперь опухоль рассосется. Потом метастазы пошли по всему телу, и мы ее потеряли. То есть у меня тоже есть опыт, когда человеку лучше становится, но это еще ничего не значит. Если вы будете слушать старших. Если вы не воспользуетесь методами традиционной медицины в течение одного месяца, то вероятность уменьшается. А если совсем не воспользуетесь и будете лечиться так, как вы лечитесь сейчас, через 4 месяца вы увидите серьезные последствия. И что вы сделали? Так, слушаем ее внимательно. Дайте микрофон. Сейчас смотрите, она подтвердит мои слова и поможет этой девушке. Не важно, вам нормально себя чувствовать, да? Вот смотрите, вот после того, как вы сделаете вот это все, то, что она сказала, дальше есть очень сильные способы. Например, мы сейчас разрабатываем такой метод, есть такой камень, змеевик, он воздействует на вирусы и на опухоль. Приведу вам такой пример. Я недавно был в Германии, там есть одна моя знакомая, то есть она приехала, там у нее рак груди с метастазами, она вылечила, она себе, ей вырезали как бы рак сам, а метастазы не достали, не смогли вылечить. И как бы решили лечить ее химией. Метастазы ее очень сильно мучили, то есть у нее прямо в этом месте сильно болело, боль, до слабости, тошноты и вот такое состояние. У меня как раз у Максима, моего помощника врача, оказался тот самый змеевик, который ей подходит для того, чтобы ей помочь. Мы ей поставили этот пояс и у ней тут же прямо через 5-10 минут прошла боль, появился жар в этом месте и началось чувство, что все восстанавливается. Понимаете, у нас есть очень сильные методики тонкие, которые помогают на той стадии, когда опухоль обезоружена. Когда ее повырезали всю, когда химию как бы сделали, опухоль очень слабая, и в этот момент мы подключаем корни, пояс вот этот со змеевиками. И подспорье такое сильное человеку даем, и человеку очень как бы пробиваем вот эти тонкие каналы, которые являются основой развития опухоли. И опухоль в результате теряет основу, то есть она не может дальше развиваться. То есть другими словами, есть и может быть ваш вот этот метод, который вы пользуетесь, но он вспомогательный. То есть эти методики помогают, когда опухоль очень слабая. Подружку свою не слушайте, она может погубить вашу жизнь. Хорошо? Ну? Потому что у нее нет опыта, она не знает. Она сейчас думает, что все будет хорошо, но я знаю, как бывает. Приведу вам один пример. У меня был один знакомый, он лечился очень мощной методикой. Очень мощный, но ему надо было остановиться вовремя. Смотрите, он применил такой метод. Он не ел, постился, то есть не ел один день без еды и без воды. У него был рак печени с метастазом. Он постился без еды и без воды и молился в это время. Потом выходил из поста один день и один день питался нормально. Потом два дня постился без воды и без еды. Выходил два дня и два дня питался. Потом три дня постился без воды и без еды. И три дня потом выходил, три дня питался. И потом он опять два, один. Вот такая последовательность. И вот так вот он эти циклы делал и постоянно вот так жил. У него за четыре месяца прошли все метастазы. И он принял решение пять дней поститься без воды и без еды. Ему сказал, это безумие, ты разрушишь свою жизнь. И вообще ему сказал, надо немедленно начинать так же параллельно применять официальную медицину. Иначе становится очень опасно, потому что чем дольше опухоль находится в теле, тем она становится сильнее, она укрепляется как бы. И он сгорел за два месяца. После первой пятидневки он организм сломал, и у него опухоль стала сильнее организма. Она начала быстро размножаться, метастазы по всему телу. За два месяца человека не стало. Эксперимент закончился неудачно. Ему посоветовал этот опыт его отец. Очень сильно его вдохновлял на это. Нужен вдохновитель, чтобы что-то делать. Но погиб тот человек, который проводил эксперимент. Отец остался жив. Не надо считать, что современная медицина такие глупые, что они не знают, что делать. Надо всегда в лечении очень внимательно смотреть на то, что происходит. Быть очень трезвым, разумным. У меня здесь в Киеве есть одна знакомая девушка. Она вылечила рак крови с помощью иммуномодулирующих препаратов. Больше того, я знаю, много случаев сейчас появились такие таблетки, лекарства. Я знаю, что в Индии они очень дешевые, которые лечат гепатит С, полностью вылечивают. Ничего не остается. Таблетки попил человек месяц, у меня одна знакомая, месяц попила. И гепатита С, до свидания. Нет гепатита С. То есть не надо пренебрегать медициной современной. Она может делать хорошие вещи тоже. Надо взвешивать, все изучать, смотреть, делать выводы. Могония, она развивается в детстве, не надо спрятаться? Мы остались, можно ли это? Можно ли это командовать, я взяла в рекламу? Нет, это влияние судьбы тоже. Да, по-любому у вас запланировано, что в конце этого года, в начале следующего опасность для потери жизни. То есть вы можете уйти из жизни по судьбе в это время. С самого рождения это было запланировано. Но я не могу сказать, что это предопределено. Это просто опасность. Вы можете остаться живой, если сейчас последуйте совету старших. Иногда советы кажутся кощунственными, но они могут быть победоносными. Вам просто Бог подсказал, вот женщина дала обратную связь. Поднимите руку, кто вылечил рак поджелудочной железы без операции, без просто нетрадиционной медицины. Смотрите в зал. Неважно, просто мы сейчас опрос, это реакция Бога на событие. Знайте, что статистика является божественной вещью, тоже, чтобы вы знали. Она всегда подтверждает то, что есть на самом деле. А теперь, кто вылечил опухоль поджелудочной железы с помощью современной медицины? Поднимите руку. Один человек. Ещё кто-то есть? Два человека. Три человека. Четыре человека. Вам достаточно статистики? Ну ладно, это так. Для всех полезно, да? Правда ведь? Если уж говорить об онкологии, знайте, что способствует развитию онкологии мяса, употреблению мяса, длительная злоба на кого-то, длительная депрессия, длительное пребывание в стрессе, очень жёсткое, как бы, нарушение режима питания в виде постоянного передания на ночь, тоже способствует развитию злокачественной опухоли, курение, аборт, я вам основные причины перечисляю, и насилие, совершённое над другими людьми. Или когда сам человек подвергается насилию длительное время, не может ничего с этим сделать, тоже, как бы, может развиться злокачественная опухоли. И также может развиться в результате влияния времени, потому что так положено, то есть это запрограммировано, как бы, в жизни человека с прошлого. Вы устали от вопросов? Лекцию дальше? Теорию будем говорить? Вопросы? Давайте будем немножечко, да, немножечко поизучаем эту тему, пообщаемся с людьми, кто находится в сильном прямо стрессе сейчас, в сильном стрессе находится. Вы вот, женщина, давайте, светлая, да. Сейчас пытаемся понять, что делать. Но самое главное, девушка, слышите, самое главное, знайте, что сейчас самое главное для вас, это осознанность. Вот смотрите, вот сейчас я сказал одно, ваша подружка другое. Вы мои лекции слушаете меньше года. Меня больше 5 лет? Хорошо, я ошибся. Вот смотрите, то есть меня, сейчас между мной и ей, как бы вы застряли. Я вам могу сказать точно, что вам надо понять, как правильно с помощью молитвы. Золотая середина является основой всегда. То есть вы молитесь, и первое, что приходит в сердце, спокойствие по поводу, вы начинаете чувствовать в молитве свою болезнь, и начинаете в молитве ее побеждать. Это первая стадия. Вторая стадия – это… Вы знаете, мы сегодня будем помогать таким людям. Да? Хотите? У кого еще вот такая ситуация с онкологией? Поднимите руку. Есть такие люди здесь, в зале? Нету, да, больше? У вас? Замечательно. А? Ну хорошо. У кого сильно тяжелая ситуация жизни? Такая вот, сильно тяжелая ситуация жизни. Поднимите руку. Ну вообще просто вам тяжело совсем жить сейчас. Совсем плохо. Вам, да? У сына. В общем, если хотите, мы можем сегодня, вот я желаю всем счастья, направить на этих людей. Нормально? Они выходят на сцену, стоят, и мы им помогаем. Это очень сильно работает. Очень сильно работает. Я вам расскажу технику, как это делать, и можно помолиться. Первая стадия – спокойствие по поводу болезни, а вторая стадия – знание, что делать. Если человек, вам надо молиться часа три в день сейчас, чтобы вот вы пришли хотя бы за несколько дней на первую стадию. То есть первая стадия – спокойствие, вторая – что делать. И вы четко поймете, как вам действовать на этом. У вас это не будет эмоциональное решение, но сейчас ваше решение основано на страхе перед насилием. Понимаете, вы боитесь насилия, поэтому думайте, что это самое правильное решение. Это когда нет насилия, значит, и хорошо. Вы ошибаетесь. Когда есть война, у вас там боевые действия внутри идут, там насилие неизбежно, оно нужно. И оно часто является основой победы. Ну ладно. Девушка, женщина, да, вы. Она агрессивно настроена. У вас сколько комнат там в квартире? У меня есть своя комната. Я представлю, что ребеночный сестра. Ну нормально, вот и отлично. Это когда-нибудь, несомненно, закончится. Но вы должны понять, что вы понимаете, что когда человек получает себе самый важный период жизни, он ждет, когда он закончится. Это же не честно перед Богом. Бог нам дал человеческое тело для того, чтобы мы научились побеждать судьбу. А мы пользуемся этим телом и живем без победы над судьбой. Просто так. Это означает пустая трата времени. Какой смысл в жизни тогда? Отлично. Вот это уже ваша жизнь. Понеслась. Вы слушаете чей-то голос во время молитв? Вы голос святого слушаете во время молитв? Нет. Означает, что опираемся только на себя. Да. Вот и результат. Как? Вот так вот, да. Я же на каждой лекции рассказываю. Берем, включаем звук. Настраиваемся на этот звук и молимся вместе с ним, так же, как он. И получаем силу от него. Наш голос становится сильным в результате. Потом дальше, следующий этап. Я получаю в сердце такую радость, чувство радости. Потом эту радость отдаю алтарю. Не свое, а то, что я получил в взаимоотношении с этим звуком. Можно много лет молиться самому и ничего не почувствовать, не получить вообще. Потому что часто молитва — это просто бубнение в течение часа. Ничего общего с духовной практикой это не имеет. Поймите, чтобы включилась духовная жизнь, человек должен ее от кого-то взять. Этот процесс во всех верах, во всех традициях присутствует. Этот процесс называется инициация. Инициация всегда происходит в звуке. Человек слушает молитву от кого-то, перенимает, и потом сам воспроизводит то же самое. По-другому ничего не получается. Человек лечился, лечился, что-то ничего не помогает, ничего не вылечит, потом раз потихоньку начало становиться лучше, 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 раз и прошло. Или стало меньше болеть. Поднимите руку, у кого так было в жизни. Видите, это естественно. Это естественно. Пришло время, человеку стало легче. Так действует время. Иногда человек с помощью внутренней силы себя вылечил. Такое тоже может быть, но здесь без Бога не обойдешься. И мы с вами говорили, что есть три типа энергии, которые могут реально что-то поменять в нашей жизни. Первый тип энергии — это природа. Поднимите руку, кто с помощью природы вылечился. Вот это настоящее уже изменение судьбы. То есть это не то, что время отступило, а вы просто с помощью силы природы время, ну как бы, убрали, плохое влияние времени. Теперь люди могут помочь. Добрые люди, а возвышенные люди, святые люди могут помочь. И человек на фоне стресса, он попадает в общество людей хороших. Ему становится легче. Поднимите руку, кому человек помог. Видите, вот это влияние людей. Теперь Бог может помочь, то есть храм может помочь. Вот женщина рассказывала, то есть она неделю прожила в монастыре, просто там помолилась, и все, то есть муж вернулся назад. Вот это вот и есть и те три силы, которые помогают. Но все эти силы, три, принадлежат Богу. То есть есть влияние времени, которое действует непосредственно. То есть мы непосредственно стареем постепенно. Мы постепенно, психика человека все больше входит в состояние заботы, трудностей. Постепенно жизнь становится такая все более ответственная, потому что человек стареет. и в тонком психическом теле единицу времени все больше трудностей выходит. Это само собой, как бы никто не подразумевает, что он будет как бабочка порхать в 70 лет. Понимаете, то есть понятно, что с возрастом как бы жить тяжелее, это естественно, все это признают, принимают, но вопреки нашим ожиданиям в жизни случается такое, что периодически накатывается ситуация, в которой человек вовсе не ожидал. Сразу возникает вопрос, можно ли предвидеть эту ситуацию и можно ли с ней справиться? И ответ всегда один. Если ты со святостью контактируешь, с Богом контактируешь, то есть ты молишься, умеешь как бы думать о Боге, молиться, тогда в этом случае, когда придет время, это надвигается, когда эта ситуация будет надвигаться, ты очень быстро это поймешь, потому что когда человек в молитве живет, он как раз контактирует с очень глубокими слоями своей психики, и сам выход тяжелой судьбы из сердца, он это сразу замечает в виде знаков каких-то тяжелых в жизни. Поэтому человек, который живет в молитве, он всегда знает, что его ждет, он может превосхищать ситуацию. То же самое и по поводу преодоления тяжелой судьбы, допустим, уже плохая судьба вышла из сердца, то есть из глубин нашей памяти, она вышла, и она уже начала на нас действовать. Обычно люди пытаются от этого убежать, от этой идеи. Кто-то пьет, чтобы загасить боль судьбы, кто-то смотрит фильмы, кто-то едет на курорт, чтобы снять с себя напряжение, кто-то пытается гулять или еще что-то делать. То есть часто люди просто пытаются зарыть голову в песок, как это, знаете, страус в Индии, есть в Раджастане есть такие дюны, то есть такие песчаные такие холмы, колмики, и там в них водятся тигры и страусы. И вот страусы, они не любят тигров, потому что тигры питаются страусами. И когда страус увидит тигра, он от него бежит до последнего, пока можно бежать. Когда уже он видит, что он не может убежать, то он обычно прячет голову в песок и думает, что у него он спасен, потому что тигра нет вокруг. Но тигру не нужна голова, понимаете, ему одно другое место у страуса нужно. И он именно за это место его хватает. Просто люди, которые выпивают, они вино пьют, гуляют, пытаются как-то забыться, когда у них трудности, они поступают точно так же, как этот страус, разницы никакой нет. потому что время хватает тебя за событие, понимаете. То есть ты голову свою в водку как бы погрузил, но время тебя схватит за другое место, не за голову. И это неизбежно. Вот, что же делать? Какой же выход на самом деле? Надо понять сначала механику, как это все работает. вот есть энергия времени, она разрушает у нас счастье внутри. То есть человек становится несчастным. Счастье означает энергии любви. Энергия любви, которая действует в взаимодействии с другим человеком, это нами воспринимается как любовь, симпатия. А энергия любви, которая просто взаимодействует с нами внутри нас, мы воспринимаем как счастье. Это одна и та же энергия, и эта энергия, на самом деле, если проследить, она берется только от Бога. Потому что у нее есть три аспекта всего. Аспект природы, аспект людей, аспект веры. Понимаете, и это одна и та же энергия, это энергия Бога, вся одна и та же энергия, просто в разных аспектах. Аспект природы дает человеку здоровье, аспект отношения с людьми дает ему спокойную психику, хорошее отношение в обществе, аспект отношения с верой, с алтарем дает ему возможности убирать плохое влияние времени. Если природа не убирает плохое влияние времени, а просто успокаивает его, то молитва может вообще уничтожить плохое влияние времени. Время просто сгорит, вот это плохое влияние времени. Такова разница. Ну, то есть, другими словами, следует понять, что когда приходит плохой период в жизни, это просто означает, что в организме, в психике не хватает определенного типа энергии, которая называется энергией любви. Если ты эту энергию получаешь от Бога, взаимодействуешь с Ним, то есть ты думаешь о святости, о святом, кланяешься Ему. Видите, существуют такие места. Мне прислали книжечку, и много раз я видел изображение этой женщины уже, есть книги, это монахия Алипия, святая. Почему люди присылают мне эти книжечки? Потому что есть связь с Богом у этого человека. Понимаете, он является силой, дающей возможность человеку избавиться от плохой судьбы. Поэтому у людей такая ценность в этих Личностях. Даже если эта Личность, допустим, не находится на Земле сейчас, она все равно с нами связана. Мы знаем, что есть святые, которые избавляют от того, от всего и так далее. То есть идея заключается в том, что вот та самая энергия времени, которая создает ситуацию, она же разрушается с помощью другой энергии. Это обе энергии Бога. Энергия времени — это тоже энергия Бога. Но она предназначена для того, чтобы мы научились сами побеждать судьбу. Поэтому она на нас наваливается. Она нас развивает. Эта энергия, развивающая нас. Вот люди говорят, допустим, что у меня было хорошее время, а сейчас у меня все плохо, Олег Геннадьевич. Как вот в Ведах все наоборот. Там говорится, что у человека есть два периода в жизни основных. Один период в жизни — это тот, в котором человек не развивается, а просто наслаждается жизнью. Он говорит, алло, у меня все хорошо. То есть он просто наслаждается жизнью. Ему хорошо. Как вы думаете, когда хорошо, можно нормально развиваться глубоко? Нереально просто. Нереально. Только очень развитые личности могут на фоне счастья совершать аскезы. Все остальные совершают аскезы, когда у них вот тот период жизни, который они называют плохим. Так вот, знаете, что есть два периода жизни. Один — это плохой, когда все хорошо. А второй период жизни хороший, самый главный в жизни человека, ради чего человек и рождается. Ради этого периода, когда ему кажется, что у него все плохо. Именно для этого человек рождается на свет, чтобы этот период был. Потому что без этого периода человек не может развиваться. Он не сможет ничего понять. Он будет просто жить, как вот простой жизнью, которой нет смысла сильно глубокого. Первое, что нужно знать, — это нужно знать то, что любая энергия времени, за редким исключением, преодолима. Преодолима означает, что при контакте с этой божественной силой, с Богом, человек возвращает утраченное. Ну, допустим, бывают ситуации непреодолимы. Например, муж женился уже, у него дети. И даже сама идея, допустим, возвращать его назад, она уже стала бессмысленной, потому что у него та же самая семья с другими детьми, как и у меня. Но женщина молится, и она пытается победить вот эту плохую судьбу через память о том человеке, который с ней жил. И когда память эта становится хорошей, когда с ним устанавливаются правильные отношения, то в этот момент Бог дает другого человека. Понимаете? То есть мы вроде бы прилагаем силы к одной личности, а Бог может дать другую, потому что у Бога мужиков завались. Понимаете? То есть ему все равно, не все равно, но как бы он может одного дать или другого. Проблем никаких нет с этим, понимаете? Нет, не то, что все на одном человеке как бы сосредоточилось. Вот. Надо понять, что проблема только в том, что мы не сдали экзамен и все. Часто люди спрашивают меня, Олег Геннадьевич, почему я не могу выйти замуж? Это тот же самый вопрос. Олег Геннадьевич, почему у меня кухня грязная? Ну какая разница, почему? Ну что-то там произошло, какой-то сабантуй произошел, и кухня стала грязной. Ну, это существенный вопрос или нет? Как вы думаете? Важный вопрос, почему она стала грязной? Конечно, нет. Если ты знаешь, как ее отмыть, тогда вообще не имеет значения, как она там. Ну, стала и стала грязной, какая разница. Все равно надо мыть по-любому. Это моя кухня. И просто человек, который знает, как надо мыть, он просто моет и все, и не сильно заинтересуется, почему там, зачем. Мы вообще много чего про себя не знаем, потому что мы не достойны этого знания. Я недавно сильно хотел увидеть, увидел, то есть был такой сон у меня, что я вот снится мне моя жизнь. Я сплю и как бы вспоминаю вот это все событие, переживаю очень сильно об этих событиях в своей жизни. Вот. И потом просыпаюсь и начинаю судорожно вспоминать, потому что очень такие события, значимые для меня. Я начинаю судорожно вспоминать, когда это у меня в жизни было. И вот такое в полудреме еще так, вспоминаю, 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 вспоминаю раз, и обнаруживаю, что не было никогда этих событий вот в этой жизни моей. И тут же мне пришла в жизни, что Бог мне показал какую-то мою прошлую жизнь. Потом следующий сон. Я вижу такой же сон точно. Опять события. Я начинаю переживать и прямо во сне обнаруживаю, что, ну, включается опять эта память, быстро прокручиваю, и что в этой жизни этого не было. Я начинаю всматриваться в людей во время этих событий, как за собой начинаю наблюдать. Смотрю, сматриваюсь в людей, сматриваюсь во все, что происходит, и вижу, что это происходило раньше, не сейчас на Земле, что это, ну, более старое время. Понимаете? То есть все раньше происходило, оказывается. И все не так выглядит, как сейчас, и так далее. Я тогда точно понял, что это из прошлого события, но я также понял еще одну вещь, что как-то все повторяется. В этой жизни все очень похоже на ту. Понимаете? И проблема заключается в том, что с точки зрения вот этих событий, там замужем, не замужем, там есть работа, нет работы. Понимаете? Это все вот осталось там позади, то же самое было там, но сейчас мне это уже совсем не интересно, что там в этой жизни, в прошлой, была у меня работа, нет там, был я женат или не был. Понимаете? Вообще как будто как все как во сне. Даже взять еще нашу жизнь, вот прошлую, допустим. Для вас есть сейчас какая-то разница, что было 15 лет назад с вами? Ну то есть уже как все как прошло, как год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Вот, Пушкин. Вот. То есть, понимаете, то есть сильно большой разницы нет. Как бы мы говорим, это уже дела давно заболевали, и мы не сильно беспокоимся об этом. Правда ведь? Ну то есть, ну было и было. Все было когда-то, было да прошло. Ну и все вот так вот. Видите? То есть все эти события, которые нам сейчас кажутся очень важными, ценными, они все через 15 лет станут сном нашей судьбы, тем, что уже было да прошло и не имеют сильно большого значения, в общем-то. Так вот, знайте, ценностью является только одно в нашей жизни. Вот если вы научитесь через эти события их победить, и сможете, думая о Боге, о возвышенном, о чем-то, сможете сжечь это событие, сделать так, чтобы она не разрушила вашу судьбу, вот тогда сам метод этого сжигания события станет целью вашей жизни, а все остальное не будет иметь большого значения. КОНЕЦ